Оборвалась на пятом матче и Генуэсце занимают уверенно десятую строчку в турнирной таблице и могут вообще ни о чем, собственно, не переживать в концовке чемпионата. Главное, чтобы их матчи не превратились в нечто формальное. Следующая игра, ставшая в итоге, наверное, самой запоминающейся по итогам этого тура, кто бы мог подумать, что пармезанцы, худшая команда чемпионата в матче против, ну, фактически будущего чемпиона, действующего чемпиона и лидера, возьмут да и дадут бой. Еще какой! При этом результаты пармы в предыдущих турах, в частности победа на Дудинезе, давали понять, что эта команда сдаваться на милость чемпиону не будет. Что касается Ювентуса, то здесь все гладко. 70 очков после 29 туров. Ну и мало, наверное, надежды со стороны конкурентов на то, что у Ювентуса целой серии осечек будет. Броское довольно-таки начало, как потом Олегри, охрипший после матча, утверждал, в команда его эту игру провалила и удивляет его то, что даже в первом тайме, когда Ювентус обязан был на свежести некой соперника поддавливать, даже в первом тайме у пармы был очень даже свежий футбол, контратакующий, и она в целом контролировала, по мнению Олегри. Вот такие контратаки. Здорово здесь ускорился в первую очередь Исаак Бельфадил. Несмотря на данные эти его гулеверские, он с мячом неплохо работает, гол не забил. А это стандарт. Артуро Видаль форму потихонечко набирает перед Лигой чемпионской встречи. Вы сами понимаете, Ювентус вышел в полурезервном составе. Не основном многие лидеры отдыхали. Например, Буфон и, конечно же, Тевис. Все потому, что на неделе будет матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Мана. Удар с острого угла в исполнении Комана. Помните, он чуть ли не в самом первом матче этого сезона в серии А вышел в основе. И как много разговоров о нем было. Но так ему в этом сезоне не удалось закрепиться в основе Ювентуса. Редкие шансы. Абдель-Кадар Гизаль. Алжирский нападающий. Таранного типа, как говорится, кубарем валится в штрафной. Но не было это на пенальте. Похоже, Маркизи убьет издали. У него все в порядке со здоровьем. Это радует. Вот еще одна дальняя попытка. Много шансов было поразить ворота соперника. Что у одних, что у других. Ударами из-за предела в штрафной. А вот прорыв Комана. И это, наверное, самый опасный из дальних ударов Юви. Ну а вот контратака. Гизаль отдает направо. Здесь Исаак Бельфадил. Он дожидается партнера. И передача на Хосе Маури. 1-0. Роскошный гол. Молодой, 19-летний. Аргентинский полузащитник Хосе Маури. Вот такой гол красавец забивает. Не доследил здесь. Выключился из борьбы Роберто Перейро, который преследовал Хосе Маури. С центра поля аж бежал. И в итоге юноша, который, не пойми, каким образом остался в этой парме и не был продан в тот момент, когда некоторые лидеры уходили, он в итоге этот гол забивает. И поле покидает. Ювентус в концовочке пытается носить на ворот соперника. Вышли у Юве Марата, Пеппе и Виталия. Собственно, ничего эти замены не принесли. А вот победу Хосе Маури своим ударом, совершенно неожиданную, ультрасенсационную, парме принес. Последняя команда чемпионата обыгрывает. Субтитры создавал DimaTorzok